Что делать, если потерялась трудовая книжка, как оформить пенсию и документы на недвижимость? С этими вопросами жители города звонят в редакцию Самарской газеты. На этот раз ответ держит директор многофункционального центра Александр Иванов. Я считаю, что в отдельном центре можно поставить ребенка на очередь в детский сад. Я хотела узнать, какие нужны для этого документы, какой-то определенный детский сад ставить, или в основном в разный, в разный. Для того, чтобы поставить детский сад, там можно прийти в ближайшее отделение МФЦ, можно одновременно подать заявление в пять детских садов. Потом на сайте Минобразования смотреть статус ваших заявлений. Вопросы самые разные. Многих интересует перечень услуг Самарского многофункционального центра. Сегодня в МФЦ их около полутора сотен. Жители предупреждают, чтобы подать документы на паспорт, оформить льготы или взять выписку из Росреестра. Больше не нужно ехать в главный офис. С прошлого года отделения МФЦ работают во всех районах города. Люди по привычке едут в два отделения, которые работают в нас в течение четырех лет. Я предлагаю им просто ехать там, где им ближе. Услуги все одни и те же, качество одно и то же. Скорость еще быстрее, чем в этих отделениях. Почему? Потому что там меньше народу. Встречи с экспертами в сфере ЖКХ, транспорта, недвижимости в редакции Самарской газеты проводят регулярно. Стараются соответствовать запросам жителей. Говорят, проблемы у людей, что называется, сезонные. Сейчас, с приходом весны, многих волнуют вопросы благоустройства. Алина Чемерес, Станислав Левин. События. Какой срок вот это примерно начинается? То есть уже в...